Вечером 10 января 1914 года на крестьянина Ивана Григорьева Возле Панского переезда напали двое силой, отнявшие у него кошелек с 65 рублями денег Произведенным дознанием было установлено, что грабителями были Яков Костюков и Иван Бодин Которые были задержаны и допрошены Виновными они себя не признали, но были уличены свидетельскими показаниями Снег подлетает к ночному окну, в юга дымится Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться У нас на дворе сегодня начало 20-го столетия А говорим мы о Запонском, как называли переезд Запонской улицей и поселок возле этого переезда находившийся Кажется, совсем рядом с центром города, близко расположенная окраина Но окраина воинственная и часто попадавшая в хронику происшествий О некоторых из них мы сегодня и напомним Так, в январе того же 1914 года в доме номер 33 Запонским переездом затеяли ссору Осип Петров и Владимир Гарцев Начинавшаяся как бы в шутку, ссора эта вскоре переросла в драку В результате которой первый из них схватил топор и рассек лезвием щеку Гарцеву В результате Гарцев был отправлен в больницу, а Петров в сыскное отделение Видно, любили Запонским переездом хвататься за топоры Вот в феврале 1914 года крестьянин Григорий Макушев ворвался в дом к Татьяне Москвичевой И, требуя водки, нанес удар обухом топора ее мужу После этого топор он бросил, но схватился за нож и нанес ножевую рану ее сыну После этого пострадавших отвезли в больницу, а Буяна в полицию Да уж, с Запонским не шути, не то догонят и тогда пеняй на себя Это в Самаре знали как свои пять пальцев Но вот кондуктор железной дороги Михаил Петров, видно, решил, что к нему это не имеет отношения И поплатился тотчас 15 февраля 1914 года на него напал крестьянин Михаил Цветков, который нанес ему ножевую рану Ну или вот, проживавшие за Панским переездом в доме номер 285 рядом с заводом Гребежева Братья Иван и Николай Князьковы вечером 30 апреля 1914 года сцепились из-за пустяка А сцепившись, схватились за ножи После чего один из них был отправлен в земскую больницу А вот куда был отправлен другой Многие из проживавших за Панским хорошо знали Так как и сами и редко там оказывались Наказание за грехи Так жители Самары за Панским переездом называют переход через овраг Находящийся на пути в поселок Рядом с полотном железной дороги Писала в мае 1914 года газета «Голос Самары» Раньше здесь был мост Но теперь его разобрали и построили в другом месте Далеко вправо, ближе к реке Самарки Конные едут по этому мосту А вот для пеших на нем места нет Даже взрослым мужчинам едва удается проскочить около подвод А дети и женщины предпочитают спускаться в овраг и подниматься снова Глубина этого оврага минимум три сожжения Края обрывистые, глиняные В сухое время люди взбираются наверх почти ползком А в ненастье и вовсе нет ходу Все тогда обращаются к мосту На котором получается ужасная грязь К этому надо добавить Что из запонского переезда в Самару Ходят гимназисты, реалисты И учащиеся городских шестиклассных училищ И за что все они терпят это наказание Совершенно непонятно 28 мая 1913 года пожаром, возникшим на Кирпичной улице За панским переездом было уничтожено 6 домов Расследуя причины происшествия, сыщики заподозрили, что имел место поджог А полицейский надзиратель Сыскного отделения Долганов Выяснилось, что пожар начался с надворных построек Артемия Потапова Который был допрошен на предмет случившегося Однако Потапов давать какие-либо указания отказался Бол, спал я и ничего не видел Но полицейский надзиратель был готов к такому повороту событий И предъявил любителю поспать во время пожара Свидетельские показания сторожа железной дороги Который возвращался с дежурства домой И видел, как во дворе Потапова вспыхнул пожар с запахом керосина А по двору пробежал человек, очень похожий на самого домовладельца Что вы на это, скажете, обратился Долганов к Потапову? Что скажу? А скажу, что спалил он нас Спалил мерзавец Кто он? А соседкин сын Мишка Токарев А я все это видел Своими глазами Позвольте узнать Как же вы это видели Если изволили в это время спать Спросил Долганов Потапова И застал этим вопросом врасплох Допрашиваемого Который как не иссилился Но так и не смог что-либо придумать свое оправдание Таким образом, Потапов был уличен следователем В поджоге собственного имущества Все сомнения и вовсе отпали Когда выяснилось, что Потапов пользовался плохой репутацией Как человек без определенных занятий И пьяница Дом его был застрахован На две с половиной тысячи рублей И Потапов был совсем не прочь Получить страховые выплаты за него А вот еще одна заметка из газеты «Голос Самары» Январь 1914 года Отведенная в настоящее время запонским переездом площадь Для купли-продажи лошадей Мала, не, замощена И в дождливое время покрыта непролазной грязью А летом чрезвычайно богата пылью Здесь нет ни забора, ни канавязей для лошадей И решительно никаких приспособлений для ветеринарного их осмотра Осмотр этот, производимый лишь по временам Одним из местных пунктовых ветеринаров Носит какой-то случайный характер Отрицательное значение такого неблагоустройства Для общественной санитарии Выступает при оценке положительных результатов Правильно организованного ветеринарного надзора За местом торга лошадьми С постоянным поголовным осмотром животных И с принятием санитарно-ветеринарных мер При обнаружении больных лошадей В июне 1902 года крестьянин Алексей Павлов Проживающий в Новом Оренбурге В доме номер 202 Заявил полиции о краже у него из незапертого помещения Разного имущества на 50 рублей Дознанием было установлено, что кражу совершил Андрон Финошин Который был задержан, допрошен Но в краже себя не признал Заявив, что был в это время в Симбирске Однако это его заявление было опровергнуто свидетельскими указаниями А кроме того, в квартире, где Финошин проживал Была найдена часть похищенных вещей Эти вещи были изъяты и возвращены к терпевшему А материалы дознания переданы городскому судье А вот мещанин Афанасий Лепешкин Проживающий здесь же, в Новом Оренбурге В августе 1913 года заявил о краже из незапертого комода Стоявшего в его квартире Кругленькой суммы денег Дознанием было установлено, что эту кражу совершила мещанка Агафья Николаева Которая в краже созналась Но объяснила, что деньги она украла только потому, что Лепешкин был ей должен И отказывался вернуть долг Ну вот она и воспользовалась удобным случаем А вот проживающий на Цыганской улице в доме Сельдюгаева Сергей Попов Заявил, что в сентябре 1913 года из его квартиры были похищены 44 рубля И сберегательная книжка на 51 рубль Своё подозрение он заявил на мещанина Петра Иванова Который был задержан и уличён в совершённой им краже Но виновным в краже Иванов признал себя далеко не сразу Заявив, что всё, что у него было найдено, было передано ему самим Поповым Который служил у него ранее разносчиком булочных товаров И допустил растрату на 176 рублей В результате виновными были признаны оба Один в краже, а другой в растрате А вот и ещё 11 сентября 1913 года Из квартиры христианина Савельева В посёлке Новый Оренбург Запонское Через взлом замков у дверей и сундука Было похищено разных вещей на сумму около 40 рублей А вот проживающий запонским переездом в доме номер 40 Владелец партняжной мастерской Дмитрий Факеев Обратился в декабре этого же года в сыскное отделение С заявлением о том, что к нему наведался его тесть Алексей Антонов Который в его отсутствие взял вещей на сумму около 40 рублей И присвоил их Факеев попросил те вещи отобрать А его родственника привлечь к законной ответственности И, наконец, 14 февраля 1914 года В земскую больницу с признаками самоотравления Была доставлена мещанка Антонина Карашининникова Оказалось, что в припадке нервного расстройства Она приняла небольшую дозу уксусной эссенции Эх, жизнь запонская, жизнь веселая Пели когда-то девчата на вечерках Пела, так может быть, и Мария Аникина Проживавшая запонским переездом в доме номер 76 Но это пела она вчера А вот в январе 1914 года, вернувшись домой Она обнаружила сломанный сундук и кражу раз-два Имущества на 61 рубль 80 копеек Дознанием было установлено, что кражу совершил муж Аникиной Который в содеянном сознался А вот 22 апреля 1914 года Около 11 часов дня Вор забрался в квартиру мещанина Василия Сизова Который проживал за панским переездом в доме Кадрова Вор был доставлен в полицейскую часть Где был узнан и оказался Михаилом Худенковым 14 лет, бежавшим из симбирской колонии Мал, но удал был жулик Худенков Малые и удалые Были и Григорий Бекасов с Ванькой Зубовым Которые, как и он, орудовали западским переездом Первому из них было 14 лет, а второму 15 Но, несмотря на это, они взломали замок У магазина Василия Кубакина И похитили целую корзину его имущества С которым были задержаны и доставлены в полицейскую часть Так что радуйся, Василий Кубакин И пусть тебе завидует крестьянин Лев Лехин Проживавший за панским переездом Где в мае у него было похищено разного имущества на 88 рублей Это был 1914 год А мы с вами возвращаемся совсем в другую эпоху И желаем вам всего самого доброго Вьюжная, ватная, снежная вся Давит на плечи Ну и другую представить нельзя Шубу полегче С вами был Михаил Перепелкин